Пространство для действия Минэкономразвития ожидает годовую инфляцию ниже 4. 25 сентября 2019 года, 16.32 Елена Зеброва, Никита Бондаренко Годовая инфляция в октябре будет ниже 4% официального целевого уровня. Такое заявление сделал глава Минэкономразвития Максим Орешкин в среду, 25 сентября. Наблюдатели считают, что министр намекнул на готовность экономики к новому снижению ключевой ставки. В то же время Орешкин подчеркнул и недостаточность 2% новороста ВВП, который связан со слабой инвестиционной активностью. В октябре Минэкономразвития ожидает снижение годовой инфляции ниже 4%. Такое заявление сделал министр Максим Орешкин в среду, 25 сентября, выступая на правительственном часе в Совете и Федерации. Глава ведомства подчеркнул, что образовавшаяся ситуация в российской экономике открывает пространство для действий в сфере денежно-кредитной политики. С точки зрения макроэкономики, в рамках бюджетной политики мы добились минимизации дефицита, что в совокупности с падением инфляции ниже целевого уровня в 4%, который мы ожидаем в октябре, открывает пространство для действий денежно-кредитной политики, цитирует ТАС Максима Орешкина. В разговоре с АТИ, заведующий кафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга Ранхикс Константин Корищенко допустил, что намек министра связан с ситуацией, когда снижение уровня инфляции ниже целевого является косвенным свидетельством того, что денежно-кредитная политика может быть слишком жесткой и ее нужно смягчать через снижение ключевой ставки ЦБ. На инфляцию влияют такие факторы, как монетарный объем денег, уровень процентной ставки, расходы населения, высокие импортные цены, регулируемые цены. Они все сегодня работают в сторону снижения инфляции. В этом году есть вероятность ее уменьшения. Но я бы пока не ожидал на горизонте ближайшего года уровень ставки ниже 6% годовых, считает Корищенко. Впрочем, пока Минэкономразвитие сохраняет свой прогноз по инфляции. Так, к концу этого года ведомство ожидает значение показателя на уровне 3,8%, в 2020 году сокращение до 3%, а в 2021-2024 остановки на планке 4%. В свою очередь, топ-менеджмент ЦБ на заседании в сентябре снизил ставку до 7% годовых и заявил о сохранении высоких инфляционных ожиданий. Инфляционные ожидания остаются на повышенном уровне. Темпы роста российской экономики по-прежнему складываются ниже ожиданий Банка России. Усилились риски существенного замедления мировой экономики. До конца года риски ускорения и замедления инфляции сбалансированы. В этих условиях и с учетом фактической динамики инфляции Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,2% до 4,5%. В дальнейшем, по прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция останется вблизи 4%, говорится в официальном пресс-релизе ЦБ. Отчасти снижение инфляции эксперты связывают с сезонным фактором. Сейчас в разгаре сезон плодовой овощной продукции, за счет чего у нас сокращаются показатели продовольственной инфляции, а они, в свою очередь, влияют на общероссийскую инфляцию. Такая ситуация в России наблюдается из года в год, рассказала РТ, старший аналитик информационно-аналитического центра Альпари Анна Бодрова. В беседе С.А.Т. директор аналитического департамента Локаинвест Кирилл Тремасов предположил, что Минэкономразвитие давит на ЦБ и намекает, что ключевую ставку надо снижать агрессивнее. Я думаю, что ЦБ может снизить ставку уже на октябрьском заседании. Как всегда, это зависит от внешнего фона. Если внешний фон будет хороший, то я думаю, что ЦБ снизит ставку в октябре на 25 базисных пунктов, и не исключаю, что снизит и в декабре. Сбалансированный риск ЦБ России снизил ключевую ставку до 7% годовых. Банк России снизил ключевую ставку на 0,25% пункта до 7% годовых и уменьшил прогноз по инфляции в 2019 году с 4,2 – 4,7%. По оценке министра, прогнозируемый на 2020 год уровень роста ВВП страны в 2% недостаточен. Среди главных задач, выполнение которых необходимо для роста экономики, Орешкин выделил ускорение инвестиционной активности, увеличение спроса на труд и уровни доходов населения. В ЦБ ситуацию с ростом экономики объясняют слабой динамикой инвестиционной активности, в том числе в части государственных расходов на инвестиции. Ц. Учетом слабой экономической активности, наблюдавшейся с начала текущего года, Банк России снизил прогноз темпа прироста ВВП в 2019 году с 1,5% до 0,8 – 1,3%. В 2020-2021 годах темпы роста российской экономики также пересмотрены вниз с учетом ожидаемого замедления роста мировой экономики. Ускорение экономического роста до 2-3% к 2022 году возможно по мере реализации комплекса мер правительства по преодолению структурных ограничений, в том числе реализации национальных проектов, считают в ЦБ. Субтитры создавал DimaTorzok